Бисмиллах, альхамдуллиллах, ассалату, 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 аля Расуллиллах, амма ба'аду, ассаламу алейкум, арахмату Аллахи, а баракату, дорогие братья и сестры. Сегодня очередной урок по книге «Ваджиз» при «Акадетке Салафи Салих». Коротко об убеждениях праведных предшественников, шейха Абдулах Аль-Атхари, хафиза Хулах, салахи ухранит. Мы разобрали веру в Аллаха в прошлом уроке, что это основа, одна из самых важных основ веры мусульманина, не только мусульманина, также и христиан, иудеев, они все верят в Бога. Мы называем Бога Аллах, это его имя в исламе, который не похожий ни на что, потому что богами называют всяких идолов и разные божества, и обожествляют и солнце, и людей, и животных, Индии, например, корову. Всевышний Аллах сделал так, что его имя Аллах, оно не ассоциируется ни с чем, и такое слово «бог» — это общее слово, общее понятие, то есть тот, чему поклоняется. А Аллах — это тот, который только к нему и ему поклоняемся, и оно не ассоциируется ни с чем, это его имя. Вера Всевышнего, мы сказали, это основа веры мусульман, и основа веры шесть мусульман, первая из них — это вера в Аллаха. И мы вчера об этом говорили, сегодня эта вера в Аллаха, таухид, Единобожье, делится на три части. Из них первая — таухид, рубубия, единственность Аллаха в господстве, то есть что он один создатель, и он царь, и он правит миром и вселенной. Вторая — таухид, лугия, единобожье, единство поклонений, что кроме того, тот, кто создал и тот, кто является царем и управляющим вселенной, только он заслуживает поклонения. И третья — таухид, фиасмай, лусифат, единобожье в атрибутах и именах Аллаха, то есть качество, которое только присуще Всевышнему Аллаху, и что он причисляет всех недостатков. И чтобы познать своего господа, мы должны знать его имена и его качества. Это тоже входит в одна из частей науки таухида. Наука таухид — это основа основ, и основана изучает господа, то есть чтобы ты познал своего господа. Каждый раб и каждый человек, ведущий, должен познать своего господа, чтобы ты его любил, боялся, надеялся, страшился, искал его удовольствия. Чтобы этот связь с Всевышним Аллахом получить, нужно познать своего господа. Многие не чувствуют веры, вера у них слабеет, иногда на это жрауются. На самом деле надо понять, что проблема у тебя едина Божия, понимание едина Божия, познание своего господа слабы у тебя. Чем больше ты познаешь своего господа, тем больше ты его страшишься, тем больше ты его любишь, тем больше ты получаешь удовольствие и поклонение, и тем больше тебе есть желание и мотивация соблюдать сумму, соблюдать ислам и искать удовольствие Аллаху. Теперь шейх говорит, разбирая тему таухиду рубубия, едина Божия в господстве, твердое убеждение, абсолютное признание, там также полное утверждение, что Аллах, Свят Он Велик, один Господь всего, кроме Него никого нет. И он создатель всего и царь всего, и тот, кто кормит и дает пропитание всем. И нет у него ни товарища, нету подобного ему, который так же называется. То есть один Аллах, он царь, он создатель, и он тот, кто дает пропитание. Хайюн ла ямут, Всевышний Аллах живой, и он не умирает. Аллах вечный. Ва кайюмун ла янам, он суши, содержатель, и он не спит. То есть он не отдыхает, не спит, он не нуждается в этом. Он создал землю и небеса без примера, то есть он впервые создал небеса и землю, такого не было. Он руководит Вселенной всеми существами, которые он создал, и галактики, и звезды, и нашим вечным путьом, который в галактике, в Солнечной системе. Вот несколько планет мы знаем, 10, 12, там Марс, Юпитер, там Сатурн, Земля, вокруг нас крутится Луна. На самом деле таких звездных галактик, их миллионы, в них тоже миллиарды звезд, и от одной звезды до другой звезды, чтобы долететь. Иногда некоторые ученые говорят, со скоростью света 300 км в час тебе надо там, не знаю, иногда сотни тысяч лет лететь. Огромные расстояния между звездами. И Аллах Всевышний говорит, на самом деле, расположение между звездами, Аллах говорит, огромные. А если бы я поклялся бы звездами, это было бы великой клятвой, потому что на самом деле между звездами, расположение звезд, огромные расстояния. А мы их видим, может быть, близко, рядом. Это все создал Всевышний Аллах. И когда человек понимает, сколько галактик, сколько разных миллиард звезд, и в каждом созвездии там есть, сколько еще планет, человек понимает, насколько велико создание Аллаха, и насколько вот это одна из Солнечной системы, которая одна звезда Солнца, вокруг нее крутятся планеты. Одной планетей мы живем, и насколько мы маленькие букашки, маленькие микробы какие-то там маленькие, вот настолько маленькие, иногда человек вызов Всевышнему бросает, он осушается его, он не хочет его признавать. На самом деле Всевышний Аллах, если бы не давал бы нам отстрочку, не давал бы нам шанс исправить, уверовать, покаяться, было бы очень страшно. Дальше Всевышний Аллах создал небеса, и он там управляет и мы, и он может, единственное, только Всевышний Аллах может управлять Вселенной, и те звезды, которые падают, Аллах сделал защитой свой в небесах, чтобы эти звезды не навредили земле, не навредили нам. Если бы этой защиты не было, они, долетая до земли, сгорают. Вот, если они, большие звезды на нас, в землю могли упасть, или мы могли столкнуться, представьте, давно от земли ничего от нас не осталось бы. Всевышний Аллах сказал, что я создал небеса и сделал защиту. И эта защита есть. Те звезды, которые к нам летят на землю, иногда маленькие кусочки, или там камень так летают. Если это с такими огромными размерами, они могли бы столкнуться с землей, представьте, что было бы. Аллах сохраняет землю, Аллах сохраняет нас. Когда Аллах сохраняет, никто не может, кроме Аллаха, ни один человек, никто не может спасти от этих столкновений звезд. Никакие ракеты, ни самолеты, ничего не поможет. Аллах сохраняет, и это его качество, и это его самовущество. И все решение у Аллаха, и повеление тоже, только все повеления Аллах дает. Все по его повелению происходит в этом вселенном. Ничего от его глаза или от его решения не скрывается. И все добро в руках Всевышнего. И повеление Аллаха никто не может опровергнуть. Никто не может не принять. Любое повеление Аллаха происходит. Аллах, любое дело, которое хочет сказать, будь, оно бывает. Никто не должен в этом сомневаться. Также после того, как Аллах принял решение, никто не может дальше прокомментировать или отменить. Никто не имеет права, и Всевышний Аллах решение только происходит. И есть такая книга у одной казахской мусульманской психолога. Там книга называется «Нет боли, есть воля. Воля Творца». Очень даже очень правильное название. И содержание тоже очень даже не противоречит ислам. И полезные советы тоже есть. «Нет боли, есть воля. Воля Творца». То есть любая боль, проблема, ситуация — это воля Аллаха. Он поставил тебе такую ситуацию, чтобы ты задумался о своей жизни. Может, что-то я делаю не так. Может, я не туда иду. Если я иду так, и мне больно в душе, физически, я некомфортно себя чувствую, значит, что-то вы делаете не так. И это повод, чтобы задуматься. На самом деле, даже боли в нашем теле, зубная боль, суставы, сердце, печень — это же сигнал. Боль — это сигнал, что ты делаешь что-то не так. Или пора лечить. Что орган уже начинает, как датчики на машинах, на марках сейчас бывают, какую-то ошибку показывают, какой-то датчик, что у тебя масло заканчивается, или у тебя там какой-то запчасть испортился. Тебе надо пойти в мастерской, сервис. Также у нас есть такие же датчики, это боль показывает. А от Аллаха эта боль, душевная особенно боль, некомфорт, беспокойство. Ты делаешь что-то не так. Ты грешишь. Ты был создан поклоняться Аллаху, следовать верному пути. Ты сбился с верного пути. И ты свою миссию, которую Аллах создал, для чего тебя создал, не выполняешь. То есть ты должен был поклоняться Аллаху, ты эту миссию должен выполнять, ты ее не выполняешь. И оттуда уйдет у тебя дискомфорт, у тебя есть беспокойство, страх, паника, у кого-то стресс. Большинство немусульманий или джагили, мусульмане пытаются этот стресс, или эта боль, или душевная тревога, пустоту заполнить спиртными, таблетками, наркотой, делать все, чтобы человек, разум замутнилась, и ты не чувствовал эту пустоту и боль. Это же временное решение. Ты опять проснешься, и опять эта же боль. Ты как страус песок в голову, который засовывает. Ты засунул песок в голову, да, ты, может, не видишь проблемы, но тебя-то видят, и проблемы никуда не делись. А то, что ты наркоту сделал, это же вот как анестезия. Наркотик, анестезия — это наркотик. Человеку делают наркотик общую, чтобы он не чувствовал боли, пока его режут, пока его органы меняют, операцию делают. Анестезиолог делает тебе этот наркотик, чтобы ты не чувствовал боли. И человек, который самостоятельно, добровольно делает эти наркотики, это означает, что что-то у тебя не так, брат. Ты не чувствуешь, ты не поклоняешься, ты не следующий при верном пути. Ты грешишь, и эти грехи тебя заставляют страдать. Всевышний Аллах говорит в Коране, «Тот, кто отвернется от поминания меня, я сделаю ему трудную жизнь». То есть в душе будет тягость, будет тревога, страх. Кафиры, не мусульмане, не боятся Всевышнего. Они переходят все рамки дозволенного, входят во все тяжкие грехи. Но потом, в то же время, когда они не боятся Аллаха, Аллах им усиляет страх, они боятся природных катаклизмов, банкротства, боятся болезней, боятся смерти, боятся, что их бросит, боятся одиночества. У них столько страхов, столько тревог, что они идут к психологу, выговариваются, чтобы им легче стало. Они уже подсаживаются на это, что постоянно жалуются психологу. Потому что Аллах говорит, «Тот, кто отвернется от поминания меня, я сделаю ему тяжелую жизнь». Поминай Аллаха, поклоняйся Аллаху, делай вовремя намаз, суннаты, читай Коран, познай своего Господа, познай свою религию. Клянусь Аллахом, ты не будешь нуждаться этим психологом. Клянусь Аллахом, у тебя сердце начнет приходить покой и умитворение. То, что большинство людей ищут. Счастье – это когда у тебя в сердце есть гармония, умитворение, спокойствие, души. Ты можешь не иметь ничего. Ты можешь жить в палатке, можешь в лесу жить, можешь жить у берега моря, можешь жить в маленькой квартире, можешь в богатой доме жить, в разных местах. Но это вот то, что в сердце у тебя, спокойствие, наслаждение, удовольствие, любовь к Аллаху. Ты поклоняешься и чувствуешь приближение к Аллаху. Ты делаешь дуа и чувствуешь, что Аллах тебе отвечает. Что может это заменить? Что может быть прекрасней и наиболее большое удовольствие получать, чем читать книгу Аллаха и понимать, что Он говорит. Как будто ты общаешься с Аллахом. Это общение с Аллахом. Это ты любишь Аллаха, веришь в Аллаха, надеешься на Его милость, ищешь Его удовольствие, читаешь книгу Аллаха и общаешься с Ним. Клянусь с Аллахом, ни общение с любимой девушкой, ни с женой, ни общение там, я не знаю, что, ничего нет в мире, который будет более приятный. Это ты уединился и общаешься с Аллахом, и понимаешь, что Он говорит, я югаля дина, аману, о те, которые уверовали. Делайте вот так, не делайте вот так. Если вы будете покорны, поклоняться, делать праведные дела, я вас в райские сады веду, не осушайтесь меня, не переходите рамки, будете грешить или пойдете не веря, я вас накажу. Там Аллах с нами общается, Аллах нам посылает месседжи, писали послания, чтобы мы взяли это как руководство и жили по нему. Чем лучше мы будем по нему жить, то есть чем лучше мы будем выполнять в жизни предписание Аллаха, в Аллахе человек в сердце появляется покой. Он может быть испытан болезнью, он может быть испытан тюрьмой, он может быть испытан бедностью, разными вещами, но если он с ним Аллах, кто может быть против него? Если Аллах им доволен, и Аллах проявляет ему свою милость, то все мирские вещи, они приходят, уходят. У тебя сегодня хорошая машина, завтра ты попал в аварию, у тебя вообще машины нет. Сегодня у тебя прекрасное здоровье тело, ты им одеваешь футболки, обтягиваешь, показываешь людям, завтра ты можешь заболеть какой-то болезнью, раком, например, похудеть так, что тебе и химиотерапию сделают, и волосы выпадут, и ты будешь как склет. Это здоровье Аллах дает, имущество Аллах дает. И мы должны, каждый человек, верующий и неверующий, просить Всевышнего, чтобы он направил на истинный путь, чтобы его удержал на истинном пути, чтобы дал правильное понимание религии. Многие даже христианские попы, христиане, не мусульмане, они принимают ислам, они верят в Аллах, его посланникам Мухаммада, когда они ищут истину, и когда они говорят, я знаю, Бог, ты есть, если ты есть, дай мне сигнал, дай мне найти тебя, дай мне понять истинный путь. Когда они ищут, они просят, когда у них, они в сердце это есть, они хотят узнать, Аллах им открывает, посылает какого-то человека, какую-то книгу, кого-то они видео видят, аудио видят, и приходят принять ислам. Некоторые, они к этому идут долго, некоторые быстро, то есть, то, что Аллах хочет, любое его действие, любое его решение, оно бывает, и никто, что он принял решение, никто не может комментировать. То есть, когда Аллах забирает твоего близкого человека, забирает у тебя здоровье или имущество, это решение Аллаха. Нету, кроме Всевышнего Аллаха, никто не может такие принять решения. Это решение Аллаха. Да, причины могут стать, там, власть забрал у тебя имущество, или ты обанкротился, или там, кто-то украл, это причины могут быть разные, но на самом деле, за ними есть воля Аллаха. И многие, которые потеряют имущество, да, это для него трагедия, на самом деле, может быть, он возгордился, может, он закат не давал, он медленно не помогал, и он в какой-то момент, Аллах у него забрал, это имущество, чтобы он задумался о своем поведении, чтобы он стал благодарным, стал скромным, кратким, не стал высокомерным, потому что высокомерных людей Аллах не любит. Тот, кто купил дорогую машину, и помтуется, сигналит, пробуксовки делает, подчеркивает, вот я, вот смотрите, у меня машина, это дешевый человек, который дешевым, дешевым пантам, и высокомерное поведение, на дорогах, сигналит, у кого там обычная машина, у кого там, может быть, старая машина, уступи мне, у меня дорогая машина, мне должно уступать. Этот человек, бескультурный, безнравственный человек, который еще и высокомерный, который Аллах не любит, Аллах не любит высокомерных людей. Иблис проявил, сатана проявил высокомерие, и сказал, я лучше, чем Адам, почему я должен поклоняться Ему? Мне создали из огня, его создали из глины. Аллах проклял его, изгнал из рая. Ты думаешь, ты так же будешь проявлять высокомерие, Аллах тебя оставит? Вот так Аллах забирает умущество, за счет чего ты возгорделся, и спускает тебя на землю. А некоторые вообще не дают, как бы он ни старался. Понимая, что если ему такому человеку дать умущество, он может возгордиться. И это милость Аллаха к тебе. Если я не ставлю на своего сына штангу 100 килограмм, я проявляю милость. Он хочет ее поднять, я понимаю, что он не сможет поднять. Она его убьет, его задавит, сломает ему ребра. Он говорит, я папа тоже хочу, дай мне. Я не даю, я знаю, что нельзя тебе давать. У тебя не веса, не мускулы, ты не готов к этому? И Аллах не дает кому так, потому что знаешь, что он не готов. Он, если дать ему сразу какую-то власть, должность, или имущество, он просто, как на улице говорит, попутает. Он на самом деле начнет высокомерие проявлять, командовать, унижать кого-то, или эти деньги приведут ее в какой-то Таиланд, какую-нибудь там, не знаю, Америку, Европу, начнут грешить во все тяжкие входят. Деньги, они, бедный человек, он меньше грешит, поэтому бедные попадут, в первую очередь, в рай, потому что у него даже захочет грешить, у него нету средств. Он хочет так же поехать в Таиланд и там во все тяжкие войти, но у него нету средств, и он остается там же на своем работе, в том же своем доме со своей женой. У кого есть богатство, он испытан, испытан, как он их потратит, Аллах с ним спросит, откуда ты их заработал, куда ты их потратил. Если он на грехи тратит, едет, где наркота, где проституция, где вес, Аллах с ним за это спросят. И деньги человеку не оставляет покоя. Чаще деньги, человек внезапно получает большие суммы денег, он уже покоя не находит. У нас, мне однажды мои сельчане историю рассказывал. Часто наши сельчане едут в Ростовскую область, в разные места, сажают лук, помидор, но агрономией занимаются. Однажды какой-то села Дагестана приехал туда же, в Ростов, по-моему, взял гектар или несколько гектаров, посадил капусту. Капуста выросла хорошая, урожай был отличный, но цена ее упала в копейки. Даже ее собрать и отвозить, и продавать никакого смысла не имело, она уже обесценивалась, там полрубля, там вообще копейки стоила. Видимо, завоз был в соседних стран и республике, и цена упала у нее. И потом пошли заморозки, она также в огороде осталась, даже не стала собирать, она не стоила, как говорится, игра не стоит свеч, она не стоила этих свеч, то есть расходов, чтобы ее собирать и отвозить. Потом, когда заморозки пошли, внезапно, видимо, или границы закрыли, завозка закончилась, и цена поднялась, сильно поднялась цена на капусту. И даже люди в фури приехали, бизнесмены, прямо с огорода сами собрали, увезли, ему дали 3 миллиона, что ли, миллион там. Это сельский, обычный пацан был, молодой человек был. Эти деньги для него в то время были огромные деньги. И они рассказывают, говорят, он 3 сутки не мог соснуть от адреналина, от впечатлений, от того, что эти деньги у него в руках, умер он на 3 сутки. Просто человек сердце не выдержал. Представь, кто-то в день тратит 3 миллиона в казино, где-то там, у него каждый день доход, большие предприятия, особенно те, кто в государственных больших предприятиях там коррупцией занимается, воруют деньги, они налево, они же без труда их получают, они воруют деньги у народа. А человек в жизни один раз эту сумму получил, его сердце не выдержал, он даже заснуть не смог 3 сутки. Вот поэтому Всевышний Аллах не дает. Просто Аллах посылает сигналы, знаки, не все их читают, не все их видят. Надо ибра брать, надо брать мудрость, уроки из жизни людей, когда ты видишь, Аллах, почему нам историю фараона рассказывают, Ибрагим, алейсалям, Муси, алейсалям, чтобы мы оттуда извлекали уроки. Вот то же самое, если ты будешь как Муси, алейсалям, призывать к Аллаху, единобожию, поклонение Аллаху, покорность к Аллаху, то в твоем государстве такой же фараон, как Футин или Кадыров, или там разные же, есть такие фараоны, они будут тебя преследовать, они тебя будут изгонять, они будут хотеть тебя утопить, убить или повесить, потому что они возгорделись на земле, у них есть власть, они возгорделись, они говорят, я твой Господь, Кадыров говорит, я тебе научу исламу, каких пор люди, которые ислам не изучали, не были, абсолютно, они не являются людьми, специалистами ислама, они диктуют имамам, что говорят, если какой-то правитель захотел он там войну сделать, то имамы скажут, там джихад, что там все, шагид, по заказу имамы все готовы сказать, эти люди продали свою религию, и они продали за мирскую жизнь ахра свою, представьте, что он передал вам эти имамы, муфти, которые фатвы дают под Меликова или под Кадырова или под Путина, подстраивают эти же тажудины, талгаты и другие, вы знаете, что эта жизнь закончится, вам осталось, может быть, всего лишь 10 лет, 20 лет, год от коронавируса некоторые быстро умирают, разные болезни умирают, вы скажете, нас притесняли, Путин был тираном или нас Кадырова пугал, но Аллах скажет, разве Всевышний Аллах не достоин, что вы больше боялись, я же вас создатель, вы в меня же верите, я же вас судить, не буду судить, мои решения должны были выполняться, а не маленьких церков, которые у нас в республиках есть, или Футина, этого фараона, те, кто последовали фараону, Аллах их всех утопил, и фараон вместе с ним, в Аллах, те, кто будут следовать этому режиму, и их приказаниям, и законы, которые они каждый пишут, переписывают, как хотят, делают, даже митинги, люди возмущаются, не имеют права, они написали закон, что ты, на кого ты хочешь жаловаться, власть, это же власть тебе должно дать разрешение жаловаться на него, какое посмешившее, вообще просто, это смешно, даже просто выйти, пар выпустить, покричать, что возмущаться даже не дают, то есть мы с тебя последние штани снимем, все природные ресурсы разворуем, вам копейки, нищие там, пенсии, там, пособие по 200-300 рублей, 500 рублей будем давать, если им чуть-чуть возмущение, там, какой-то непопулярный закон, они приняли, там, по 10 тысяч сразу тоже подачки дают, чтобы заткнулись, а сами миллиардами воруют, миллиардами, каждый день на миллиарды они продают газ, нефть, это разве людям достается, конечно, нет, то, что даже, и так бюджеты может, в социальных вещах мало вложено, и то половина по дороге разворуется, это потому, что люди не боятся Аллаха, потому, что люди не уверовали в Аллах, и поэтому люди, когда не, они следуют тиранам, фараону, он их портит, эту жизнь тоже, они ахра вечную жизнь тоже портят, знаете, что мы все вернемся к священному Аллаху, те, которые боялись и говорили, у нас нет, у вас нет оправдания, когда мягкие боялись призывать единобожию, говорили, вот они, еретики, пришли, наши родители, наших предков, религию портят, то же самое мужики, куляши говорили пророку, ты пришел, чтобы мы оставили религию наших родителей, предков, и чтобы последовали, верили одного Аллаха и последовали тобой, ты, вот ты фитну делаешь, они говорили, ты семя разрушаешь, ты, они вот кем только не обзывали, как и сейчас обзывают, в конечном итоге, вы знаете, что те, кто мушники, которые притесняли пророка, пошел, тот же Абу-Джагр и Абу-Лахаб, они будут гореть в аду, они, Аллах их убил из этой дунии, и в аду они будут гореть в сутник, и фирауну Аллах утопил, те, кто его войско тоже утопил, Мусу, алейсасалам, и те, кто последовал Мусе, его верующих людей, Аллах спас, те, кто будет следовать истинной религии, Аллах спасет, если вас там, на Кавказе или в России притесняют, делайте хиджру, сахабы, которые притесняли Мекке, сделали хиджру, Эфиопию, и там спокойно исповедовали свою религию, есть страны, есть места, где можно исповедовать, говорить истину, делайте ее, да, это опасно, да, это может быть хиджру делать, оставить свою родину, землю, работу, это трудно, а кто сказал, что рай будет легкий, путь к раю нелегкий, это лишение, это ты себя сдерживаешь от многих услад или грехов, или страстей, ты себя дисциплинируешь, поклонение, подчинение, это же вера, ислам, это покорность, ислам это не покорность Кадирову или Меликову или Путину, ислам это покорность Аллаху, и Аллах религия, вы не должны им играться, джигад не может быть напасть на Украину, это не может быть джигадом, такого вообще нет в исламе, мы ведем поход, открыть новые земли для распространения ислама единобожия под руководством правителя мусульман и для распространения ислама, или то, что наша земля исламская есть, мы ее защищаем, это джигад, но агрессию, нападать на чужую страну и убивать мирных людей, насиловать женщин, уничтожать города, это то же самое, что делал Гитлер, ничем не отличается от фашистов Гитлера, русских солдат, которые напали, и с ними, которые идут, кавказские солдаты под руководством Футина и фараона этого, вы идете, вы также будете тонуть вместе с этим фараоном, вы сами себя топите и конец у вас будет плохой, знаете, те, кто фатвы им дает, вы тоже самое будете соучастник этого преступления, если вы боитесь, если не можете говорить истину, хотя бы молчите, если вас молчать даже не оставляют, идите Гитлеру делайте, выходите, сидите на креслах, получать зарплату, жить на своем родине и по помощи и Аллаха довольство получить, и рай получить, так не будет. Говорит истину, она стоит очень дорого, иногда стоит твоей жизни, иногда ты рискуешь жизнью, иногда рискуешь своим положением, но мир, это мирская жизнь, она скоротечна, рано или поздно, ты все равно с Господом встретишься, все равно тебя похоронят. Я ну с Аллахом вы пожалеете то, что вы слушали ваших маленьких церков, пехоту, или этого же фараона Футина. Те, кто за пророками следует, и всегда меньше бывает, всегда их притесняют, всегда их называют всякими именами, но эти люди, у Иса апостола 12 было, даже один из них, когда начал притеснять, отказался от него, они самого Ису хотели убить, алейсалам. И в принципе Иисус, который русские христиане говорят, что мы верим в него, и мы, что христиане, Иисус по меркам современного закона, он был экстремистом. Иисус вышел против власти римского прокурора, он вообще против еврейских традиций, которые они сказали, религию ушел. Почему евреи его поймали, почему они отдали прокурату римскому? Это вот они экстремиста поймали, и хотели на крест повесить, убить его. Хотя Аллах не дал и забрал его себе. Тоже самое братья, которые исповедовали искреннюю религию, их сажают, их расстреливают, их изгоняют. Такое же гонение римской империи было на христиан. И понятие государства для современного государства, римская государство и в языческой государстве, что российская государство и в языческой государстве, также преследуют верующих людей. И римское государство преследовало. Потом, когда они Они приняли сами христианство, римские правители, они исказили христианство, и туда добавили элементы язычества. Вот оттуда пошло полубог, получеловек, женщина, полубог появился. У них боги совокуплялись с женщинами обычными. Тут и получилось у них, что Риса, алейсалям, сын бога. Святой Дух, там тоже бог, и Всевышний, который создатель, тоже бог. Это именно римские язычества, которые оттуда они смешались с Исламом. Потом, как русские язычества смешались в церковь, православные церкви, очень много язычественных праздников смешались, сделали их как будто христианские. Масленица — это что, христианские праздники? Где в Библии написано, что масленица? Это масленица, это язычественные древние русские отмечали, через костер прыгали с шайтанами, сатаной, иблицами, бесами связанные вещи. Ее церковь сделала православным праздником. Люди через костер прыгают, это же язычественный праздник. Таких много элементов язычества приняло христианство. Теперь те так называемые мусульмане-муфтии также по приказу царя, они ислам пытаются подстроить под фараона, под Путина и под его страстью. Он решил захватить другую страну. Теперь нужна фатфа, да, все муфтии устроят, они все дают фатфу. Вы вообще Аллаха верите? Вы думаете, что вы не будете на это отвечать? Вы думаете, тысячи людей, которые вы, даже джагили, мусульманы отправили туда воевать, эти люди погибают, их матери остаются без детей, жены, овдовели, дети, осиротели. Кто за них будет отвечать? То есть, когда против мусульман отправляет фараон войско, муфтии благословляют, против суннитов мусульман, алавитам помогать кафирам, которые даже шииты считают кафирам, муфтии благословляют, и в Сирию армию отправляют из-за них есть кавказцы тоже, этнические мусульмане. Они суннитов мусульман, которые восстали, большинство, 80% населения Сирии, восстали против 10-11% алавитов, потому что они 50 лет правят и все разворовали, и суннитов притесняют постоянно. Они восстали, хотели поменять, чтобы там было справедливо. Против этих суннитов мусульман убивать, муфтии благословляют, и суннитов мусульман отправляют. Если там опять в Украине нападает Россия агрессор, он не прав, туда идут воевать, туда тоже мусульман, этнические отправляют. А когда нужно было в Бирме спасать мусульман, Кадиров говорит, я ничего не могу делать. Я митинг собрал, как бы я сочувствую, но ничего. Приказа Путина нет. Почему? Мусульман защищать Путина, приказа нет. То есть буддисты убивают мусульман, ничего. Мы поплакали, покричали, разошлись. То есть ни один солдат кодируется или там из Дагестана, контрактник не пошел помогать Рахинджу. Аль-Хамду-Лля, по милости Аллаха, мы этим беженцам, которые туда убежали, смогли уже за это время построить больше 150 мечетей, 30-40 мадресе, 3,5 тысяч колодцев, и сколько было накорблено. Аль-Хамду-Лля, и по сей день это продолжается. Там одно мадресе они построили. Аль-Хамду-Лля, мы каждый месяц их строим. Каждый месяц мечети, мадресе и колодцы, 30-40-50 колодцев. Также в Африке 100 колодцев каждый месяц строится, и мечети строятся, и мадресе строятся. С нашими возможностями, которые эта же ферауна система притесняет и загнала нас, Интерпол дала, нас экстремистами объявила. То, что я сказал, что аль-Левицкий режим является преступным, и что они убивают суннитов, впервые на меня дело открыли, 282 статью. И с того момента я экстремист, потому что пошел против политики Путина. Путин решил, что я наплевал на всех мусульман России, 20 миллионов мусульман, может быть еще 10 миллионов иммигрантов мусульман, суннитов, на всех на вас наплевал, и ваше мнение мне тоже начихать. Я пойду помогать аль-Лавитам против суннитов мусульман. Никто, митинги не вышли, никто ПИП не сказал, ни один муфтиб не возразил. Хотя, если Путин, президент, над мусульманами, 20 миллионов мусульманами, суннитского толка, ни одного муфтия шиита у нас я не знаю, он должен был побояться, что 20 миллионов человек против него восстанут, если пойдут убивать суннитов мусульман в другой стране. А можно же назвать их экстремистами, и тогда сразу все становится очень легко убивать. Вы знаете, что в Донбассе ЛНР и ДНР, которые помогают российским оружием, армией и добровольцами, это те же самые люди, что сунниты мусульмане в Сирии. Вы суннитов мусульман в Сирии бомбите, убиваете мирных и немирных, говоря, что они вышли против законного правителя. Хотя он такой же законен, как и Путин, который эти выборы ничего не значат, и они какие хотят цифры рисуют. 50 лет отец и сын правит. А ЛНР и ДНР не вышли против законной власти Украины. Они такие же экстремисты. Поэтому украинская армия бомбит их ЛНР. Вы говорите, что они 8 лет мучали людей. Так, 11 лет в Сирии вы мучаете суннитов, которые восстали против Путина. Одна и та же картина. Вот две приграничные города и районы восстали против украинской власти, потому что вы их поддержали, потому что вы их туда добровольцы отправили. Их сбаламутили вы. Они спокойно жили под Украиной, никаких проблем не было. Теперь вы их поддерживаете, деньги отправляете, оружие отправляете, и говорите, что вы притесняете русских на ДНР или ЛНР. Так, суннитов тоже притесняют. Он их 11 лет убивает. Уже 250 тысяч убитых давно уже было. Если сейчас 350 тысяч, 700 тысяч в тюрьмах, десятки миллионов, миллионы людей беженцев по всему миру. Это же Башар сделал. Я сказал, что он тиран. На меня дело открыли экстремисты. В Украине то же самое. Эти люди вышли против украинской законной власти, и власти их бомбят, чтобы они в подчинение себе пошли. Вы говорите, русских убивают. А там сунниты убивают. Это наши братья мусульмане. У нас нет русских, в Дагестане чеченец или рахинджа. У нас есть мусульмане, не мусульмане. Мусульмане в любом части, части мира наш брат. Верующий, брат верующего. Вы наши братья убиваете там. Если я иду туда, им помогает я террорист. Если я иду помогать в Донбасс, вы отправляете армию Кадырова, других в Донбасс воевать, то они не террористы. Да еще хуже они. Они и есть террористы. Они вот как раз таки армии убивают и насилуют, и срывают дома, и сжигают. И маленьких девочек насилуют. Это же все вышло же. Сейчас вы это не сможете скрыть. Вы не можете? Российская пропаганда, да, людям вообще повесить, но весь мир-то это видит. Это же сейчас расследование будет, доказательства будут, трупы будут вытаскивать. Видео съемки, спутника съемки. Это все сейчас очень тяжело скрыть. Долго не сможете, все равно вас будут судить. Армия фараона и армия мусульман, и те, кто следует Мусе, алейсалам, то есть следует фараона. Есть те, кто последовали за Мухаммадом, алейсалам, те, кто остались против Мухаммада, кулаши, эти мушрики. Кто вы? Определитесь. Вы не можете быть мусульманами в армии фараона, которые против мусульман, которые притесняют мусульман, убивают мусульман. Ни одного нормального деятеля мусульманского в России не оставили. Если журналист честный, то тебя не оставляют. Если ты правозащитник честный, то тебя притесняют или убивают, или сажают. Твою контору закрывают. Если ты проповедник, успешный и через твои проповеди люди самопринимают, тебя забирают. Если ты говоришь истинно, тебя забирают. Любой общественный деятель, фонд, проповедник, адвокат, правозащитник, кто активно двигается и работает, помогает притесненным людям, этой системе не оставляют. Каким сатанистским конченным режимом должен быть это власть, что любого нормального, грамотного, деятельного, помогающего обществу человека они притесняют. Кроме тех, кто под ними это делает, и им откатки дают, и братья свои сдают, или пытаются и им, и им угодить, на двух стрелах усидеть, только такие там выживают. Трехфазные их называют. Они с властью, как они хотят разговаривать с суфистами, по-суфистски, с нами, по-агалюционно, так переключают фазы, и вот так работают. Ну, я же сказал, человека, может быть, можно обмануть, если он тебе доверился, но Всевышнего ты не сможешь обмануть. И конец здесь. Суть всего, что мы говорили, мы сказали, все, что на небесах, все, что на земле, это рабы Аллаха и под его подчинением, под его подчинением и властью. Ихeto. Мы так же верим, что Аллах предопределил и по его предопределению происходит. Ихton. Мы так же верим, что Аллах Всевышний справедливый, и все происходит по его предопределению, справедливому предопределению. что Аллах един в своем сущности и также в его действиях. Мы сказали, что все эти испытания постигают мусульман по предопределению Аллаха, чтобы они вернулись в своей религии, чтобы они очистились. Это предопределил Аллах. Но это не значит, что те тираны, которые это делают безчинство на земле, которые притесняют, убивают людей мирных и немирных, что они не будут отвечать, они будут отвечать. Для верующего человека это испытание. Кому-то это наказание, кому-то это испытание, кому-то это, наоборот, очищение. А тот, кто притеснил этого человека и пролил кровь, которую Аллах запретил, он будет отвечать перед Аллахом. Аллах его накажет. Какой бы фараон не жил, пусть это будет Башар Асад, пусть это будет Путин, пусть это будут наши маленькие царки, которые там себя возомнили ханами, падишахами. Они тоже падут. Их режимы падут. И Аллах их тоже настигнет. Во Аллахе они живут по своим страстям. И религия, и сам они играются. Одевая одежду ислама под всякими ересьями, многобожием и подчинением. Ты не можешь быть покорным Аллаху и покорным врагу Аллаху, фараону, одновременно. Ты не можешь быть покорным Футину и в то же время покорным Аллаху, верующим, правоверным мусульманам. Такого не бывает. Потому что Футин не мусульманин. Он враждует ислама. Он говорит, хотя, что я не против традиционного ислама. Традиционный ислам, это когда, как эти сатановские соловьи обсуждали, это когда царь отправляет войско против мусульман, и они идут, убивают мусульман. То есть ты находишься в царском войске, этнические мусульмане идут, тебя приказывают убивать мусульман, и ты подчиняешься. Вот так они объяснили, что такое традиционный ислам. Традиционный ислам и ваши войска, это те, которые воевали против шейх Мансура, против имама Шамиля, против имама Мухаммада, против Хамзад Бека. Вы горская милиция, которые воевали против этих имамов. Они воевали против этого же царя под этим же флагом. Вот вы сейчас армия этого же царя против мусульман. Куда бы мусульман убивать Сирию, куда бы вас на Кавказ не отправляли, вы идете и убиваете. Да, вы называете их экстремистами террористами. Вы думаете, что имама Шамиля назвали имамом правоверных мусульман? Или назвали его героем? Они его тоже назвали экстремистами. В те времена какие были термины такие? Такие же термины назвали. Нас назвали чуть ли не туземцами на Кавказе. Отсталыми туземцами. Вот они освобождают от такой отсталой власти, дают нам просвещение. Они это очень красиво преподносили. А сами сжигали села, вырубали леса, убивали детей, женщин, мужчин. Они просто покоряли, они оккупанты, они оккупировали Кавказ. Ну, назвали это очень красиво. А те, кто сопротивляется оккупации, их называли, конечно, там экстремистами, плохими бандитами. Там в Азии назвали басмачами. Это муджаиды. Они воевали на своей земле, защищая свою землю, свою религию, свою честь, свои семьи. А эти все были оккупантами. И коммунисты, и царская Россия, и сейчас современные. Они все это оккупанты. Почему такие простые вещи, мы не можем понять. Это же все понятно. Когда пророк Шлахан говорит, как вам будет, когда люди начнут порицать одобряемое и одобрять порицаемое. А вакай недалека я расулала, я спрашиваю, я расула, такое разве может, такое будет? Пророк Шлахан говорит, да, будет еще хуже. Как это хуже? Одобряемое само станет порицаемым. И порицаемое, и состояние одобряемое. То есть подмена ценностей, подмена вообще просто хорошее будет назвать плохим, плохое, хорошим. То есть термины, люди играют, эта пропаганда тоже так работает. Они называют нормальные вещи плохим, плохие вещи, хорошим, убивая мирных людей, это называют. Это не мы, они там, так не получится. То есть, когда человек сам соблюдает, подчиняется Аллаху, это называется каким-то ваххабистом, экстремистом, плохое. А когда человек подчиняется Футину и режиму, и сам подставит под них, это как бы вот хороший, традиционный. Нет, так вы не сможете Аллаха обмануть. Аллаху, это все вернется на свои места, рано или поздно. При имаме Шамиле его осуждали, при имаме Шахмансури, может, часть кавказцев называли его мятежником, я не знаю, фитнес делает там, почему он там восстал. Можно подумать, что вся Чечня и Дагестан, весь Кавказ за ним был. Не было там 5-10% может было. Но он для всех остался спустя 100-200-300 лет, он стал героем. И люди, и носители этого нации, они все гердятся им. На то время некоторые считали, из-за него там пришла террорская армия, из-за него кто-то пострадал, кто-то умер. Конечно, что вы думали? Защищать свою землю от оккупации, это требует жертв. Так-то и без него они тоже убивали, без него они тоже очищали. Они пытались нас сделать христианами. И поэтому Аллах сказал, Никогда не будут тобой довольны ни людей, ни христианам, пока не последующих религий. Они хотели нас христианами сделать, как и татар, часть из них они крестили. Просто татарам одной части не повезло, другой части повезло. Повезло, что они были в очень хорошем месте в середине России. Они же брали дань в России 300 лет русских кафиров. С одной стороны, это очень хорошее место, геолокация. С другой стороны, то, что они в середине России, когда коммунисты пришли, по ним прошлись очень жестко. И царская Россия при Иване Грозного, они очень сильно пытались их христианизировать. Потом и безбожный режим Советского Союза тоже ислам постарались максимально стереть. На Кавказе то, что это горные местности, труднодоступные места, не везде дороги были. Там легче, больше сохранился ислам. Это просто надо понимать, что кафиры питались и татар, и Кавказ, всех мусульман превратили в христиан. Они все делали для этого. У них не получилось. Потом коммунисты сделали все, чтобы люди, кавказцы стали атеистами. Часть из них стала атеистами. А часть из них, вроде они называют себя мусульманами, но у них чуть-чуть, чуть-чуть коммунисты, чуть-чуть мусульманин, чуть-чуть непонятно что. Многие не знают свою религию. Из-за этого невежества люди обманывают их. Телевизор, их пропаганда своей отравляет их мозги. Меньше смотрите телевизор, больше смотрите лекции, уроки, тех проповедников, которые правду говорят. Читайте книги, изучайте ислам, изучайте талхид, изучайте Куран и сунну, чтобы вы свою душу, свои семьи спасли. Берегите свои души и свои семьи от адского огня. Берегите себя и свои семьи. Не слушайте, эти люди сгинут, они уйдут. Как шайтан обманывает человека, он скажет, я тебя обманул, я тебя обещал и не выполнил. А Аллах обещает наказать, он выполнит. Аллах обещает верующим и тем, кто творит благие дела, награду рай, Аллах выполнит свое обещание. Но в кафере эти режимы поменяются, ты останешься ни с чем. Он говорит, много долилов на то, что доказательств на то, что Всевышний Аллах существует, что Он Господь. То, что Куран полон говорит доказательств и долилов на господство Всевышнего Аллаха. Ни одна сура не может. Почти во всех сурах есть аяты, которые говорят о господстве Аллаха. Или указывают на это. Единобожье господство, это основа для других видов единобожий. Например, как почти во всех сурах есть аяты, которые говорили о господстве Аллаха. Мы каждый день читаем намазы «Аль-Хамду лиллях, Раббилля ламин». Что это означает? «Хвала Аллаху, Господу миров». «Господ миров» — это есть единобожье господство. То есть Аллах в этом суре, прямо в первом аяте, в основном, самом важном суре, сказал, с самого начала говорить «Аль-Хамду лиллях, Хвала Аллаху». Кому? «Господ миров». То есть Господь миров, который царю миров, который кормит этот мир, который управляет этим миром, мы Ему восхваляем. Суть в единобожье господство, что тот, кто тебе сотворил, кто является твоим царем настоящим, а не этим какими-то царками и фараонами, тот, кто тебе дает счастье, тебя испытывает, в судный день может тебя дать рай и наказать адом, вот этому человеку я восхваляю. Вот Ему я поклоняюсь. Не корове, как Индии поклоняются, не идолам, как некоторым язычникам поклоняются, не Христу я поклоняюсь, не Трем богам. Я поклоняюсь тому, кто нас создал, Господу миров. Его восхваляй, и Ему поклоняйся. И я к наабуду, и я к настаан. Ему, тебе я поклоняюсь, и у тебя прошу помощи. Не ушейхов, не аулияов, не пророков, не ангелов, ни других звезд, ни солнца, ни луну, мы просим у Аллаха. И Ему поклоняемся, и у Него помощь просим. Вот с чем пришел Кур'ан, и вот с чем пришел Пороксал, чтобы единобожие. Мухаля та'аля, также Аллах говорит, поистине Аллаху есть творение, Он создает, и Он повелевает, возвышенный Аллах, Господь миров. Также Аллах говорит, говорит у Аллаху та'аля, Он, который создал вам все, что на земле. Аллах создал все, что нам на земле. Леса, поля, реки, все, что есть, пропитание, Аллах нам ее создал. Аллах нам дает дождь, откуда идет урожай. Урожай мы кушаем. Все это Аллах нам создал и нам ее отдал. Однажды у меня получился в Нахачеване, через Нахачеван Баку летел из Баку домой, будучи студентом. Рассказывал тоже раньше, с одним студентом, который у нас с нами в Сафаре был, диспетчер этого аэропорта, спорил. Он говорил, ты же Аллаху говоришь, да, Аллах тебе дает деньги, имущество. Он говорит, да, Аллах дает. Он говорит, вот сейчас, если ты до утра в аэропорту останешься, у тебя сколько там долларов? 100, 200. Ну, останет 400 или 300 долларов. Он говорит, нет, вот же, вот же, Аллах же не дает, Рассказывал говорит, Аллах пропитание тебе не дает. Я потом подсел и говорю, почему ты же пример привел, да, я тебе могу такой же пример привести. Ты можешь выйти утром, будучи таксистом, сказать, я деньги зарабатываю, я пропитание беру. Не Аллах дает, я сам делаю, да. Ты можешь один день выйти и попасть в аварию, не то, что ты деньги заработаешь. Кто-то тебе, допустим, ты хорошо ехал, тебе стукнулся. Или ты стукнулся. Или машина сломалась. На этот день ты не заработал, а наоборот, ты еще в расходы попал, еще долго пошел. Может такое быть? Он говорит, да, может. От этого никто не убережет. А может быть, другой день, что у тебя с утра до вечера заказы идут и ты очень хорошо заработал. Может быть. Вот когда Аллах тебе хочет дать пропитание, Аллах тебе отправляет заказы и нужных людей, а когда Аллах тебе не приписал и не дает тебе пропитание, тебе ни одного клиента нет, или машина испортилась, или ты сам заболел и ничего не заработал. Ты не можешь себя сказать, что я сегодня буду здоров до ночи. Если ночью я засну, ты не можешь дать гарантии, что ты утром проснешься. Ты сегодня, у тебя деньги есть, ты не можешь, уверены быть, что завтра они будут. Вот некоторые бизнесы были через Инстаграм, оттуда, отсюда, там онлайн и продажи. Раз, и Инстаграм запретили. Раз, карточки закрыли. Раз, там санкции, там. Так мир меняется. Сегодня в Украине кто-то хорошо жил в приграничных городах. Пришли русские и солдаты, каферы, они разбомбили ее. От его квартиры шикарные, мебель, телевизор, ничего не осталось. И он не то, что об этом думает, думает, как бы выжить бомбоубийщик, чтобы на них снаряд не попал. Думает, как бы до конца недели эти продукты хватили, как бы выехать из этого города. Кто бы там коридор открыл. Очень быстро меняется ситуация человека. Сегодня ты хорошо, завтра ты плохо. Этот солдат, который сегодня этих людей на силу убивал, завтра может попасть под трибунал. Завтра Всевышний делает так, это бумерангом вернется и по его башке попадет. Он может ее посадить или убить. Кара Всевышнего, она вернется. Вы не думаете, что в бесчинство делали, если вас прикрывает, что вам с рук это сойдет. Вау-вах, это вернется вам. Аллах не любит несправедливость. Аллах не любит нечестие. Аллах помогает справедливому справедливому правителю, не мусульманину, но не помогает несправедливому мусульманину правителю. Аллах любит справедливость. Аллах сказал, куну каула мина белькист. Будьте выстраивающие справедливость. Если вам приказали захватить город, вам не приказывали мирных людей убивать, вам не приказывали женщин насиловать, воровать их имущество. Это просто без культуры, это просто как дикари вы себя ведете это же люди видят а священного это все это все запишется вам и вернется также говорит кульман беды и манакуту кулишей спроси скажи чих руках является власть над всеми над всем конечно в руках всевышнего аллаха но есть одно примечание ваданного шейх говорит меня таухиде а каррабе и фил джум латы куфару кураш это ведь таухида в общем даже куках или курайшиты тоже признали то есть они с признают что аллах создал нас они признают что аллах нам дает пропитание они признают что аллаху меня шляхи оживляет в актеру асабель минали ванни халива дьянат и большинство религии признают господство всевышнего и христиане признают и иудеи признают большинство сектанты тоже признают в аль мушрику на кудама ладзина баат аллаху лаим русал и те мушрики которые были до пророка мухаммада которым был посылал пророков они тоже признавали господство всевышнего фа кулу мкану и атаке дуна ва юкар украина би анна халику лаалам ва манфихи они все признавали и были убеждены что создатель вселенной и все что в нем есть ва разлику махлукат и джамиан и всем живым который пропитание дает у аллаху ах того что это один аллах аллаху тааля анхом аллах про них сказал в куране вала инсалитах уман халик ассамавати валь арба лаяк улун аллах если ты их спросишь кто создал землю и небеса они скажут то есть мушкики скажут аллах создал их улель хамду лиллах скажи тогда хвала аллаху ва лак сарам ла и алямун большинство из них не знает как не не видает также аллах урани сказал улман ярзу куком меня сама его лам кто спроси скажи им кто дает вам пропитание с небес и земли амма ямлику самого лапса роман юхлиджу лхайям кто владеет слухом и зрением и выводит живое из мертвого и умерщвлять живое мы не дабил амра и в чьих владениях находится вся вселенная у кого есть повеление кто может у кого руководить все эти следы посадку нового не скажет что-то аллах аллах управляет аллах умерщвляет аллах дает пропитание вот она говорит что они признают это мушрики даже так он тогда скажем разве не боитесь обойтись аллах если аллах дает пропитание оживлять умерщвлять тут только надо ему поклоняться и надо этим а влия или этому идолам через них аллаху а аллаху этому призывать весь куран вадали кали анна лкулуба льбад мафтурат муалаликрары беру бубяте шейх дальше говорит потому что сердца рабов они изначально по природе своей признают господство аллах джалла вала вулам юнкир хадат тавхида илья дагрия и этот вид единобожия в господстве не отрицали кроме дагриинов то есть такие еретики были из прошлых ваше время коммунисты атеисты отрицают до этого вообще никто тогда такой не больше бога отрицали верили бога в большинство людей какое-то сектанство какие-то еретики маленькое количество бог это вообще отрицает бога это их вообще в те времена очень очень мало было в двадцатом веке и стала их массово карл маркс ленин и коммунизм это распространение атеист и сейчас безбожников которые отрицают стало намного больше а так по своей природе человек знает даже безбожник это самолет начнет очень хорошо трясти сразу становится верующим и начинает просить всевышнего у меня был спор с тёшей который не является мусульманкой русской диспут такой я говорю если ты попадешь в пустыню в яму какой-нибудь вот упал от и никого вокруг нет вот вопросу полная тишина и пустота вот пустыня ты ты и в яме кого ты будешь просить помощь бога я бы ты же не веришь так больше никого от просить то есть попал определенные трудную ситуацию даже те которые не соблюдают грешат не признают я такой высокомерный начинает труп ленту зеленую саму попадает вести однажды сам рядом женщина сделала который летит через транзитом израиль она начала вспоминать молитвы ничего не помнит она видя что я читаю дуа она успокоилась хотя бы я что читаю и вот такой момент и люди начали вспоминать молитвы они вспоминают что бог есть именно трудности и те даже многобожники аллах уран например привел когда корабль их тонет они все как почти называют всевышнему как только я их спасает на берег отвожу потом обратно возвращается начнет заново многобожие делать такие люди не благодарны по своему существу вализа и потому шейх говорит файна этот вид таухида человека в ислам не приводит то есть ты можешь быть многобожником и признавать господство аллах это не значит и мусульманин это не уберегать его от его кровь его честь его имущество это не спасет его даже что ты признаешь что бог существует что бог создатель бог умирствует кормит это тебя не спасет от мучения до судни день он хруди фига и то что ты будешь вечно там гореть отта до момента яль тазима биннау и саним нануа это ухид пока ты не будешь соблюдать второй вид единобожия ва вата ухиду лу хия это единобожие божественности то есть единобожие том что ты должен именно тому кто тебе создал и кормит и умерщвлять и оживлять ему поклоняться вот этот второй вид то ухида мы иншаллах в следующем уроке с помощью вас вам разберем просим аллах дать нам тавфиг чтобы мы изучали тавхид изучали своего господа и религию господа соблюдали ее соблюдали сону мухаммада словам чтобы мы встретили своего господа и нам бы нам доволен и просим аллах всех близких наших те кто мне слушать и говорят аминь чтобы их направил на истинный путь что открыл их сердца для ислама что ваши близкие иншалла были следить спасенных судный день и вы тоже том числе скажите аминь голос истины радио аминь